В этом году у нас к 9 мая были проведены работы на Рыбацкой набережной. Там полностью заменено асфальтовое покрытие, поскольку у нас эта территория была задействована Дню Победы. У нас там проводился и концерт, встречи с ветеранскими организациями, спуск венка на воду, ну и установлены опоры освещения. Поэтому такой важный объект, наши обязательства были перед жителями данной улицы. Они на сегодняшний день полностью выполнены. Также, я думаю, что жители первого микрорайона видели, что на Федюнинского установлен синий забор строительный. Началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в нашем городе. Это долгожданный наш социальный объект по программе «Газпром детям». И на сегодняшний день ведутся уже земляные работы. В ближайшее время приступят подрядные организации к строительству непосредственно самого физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет небольшой. У фонда «Газпром детям» есть несколько вариантов таких комплексов. Наш будет самый маленький, чтобы мы его смогли в дальнейшем содержать, эксплуатировать. Но, тем не менее, для наших юных спортсменов, для взрослого населения, я уверен, что это будет хорошим подарком. И мы сможем разгрузить действующий фок, распределить, а может быть, и открыть какие-то новые секции, новые виды спорта. Там у нас будет такой яблоневый сад. Вообще, в этом году мы посадили 20 лип из Выборгского района, нам передали. Мы их высадили рядом с первой школой на благоустроенной территории, где был раньше пустырь. Мы ее назвали «Аллея выпускников». Мы хотим в следующем году тоже продолжить эту традицию. Выпускники следующего года также смогут посадить там деревья, за которыми будут и школа ухаживать, и сами выпускники. Ну и тем самым создадим такой хороший зеленый оазис для нашего города. Все заявки, которые уже поданы, будут осуществлены на сегодняшний день подряд на организации. Буквально неделю назад мы встречались, проговаривали, прокладывают газопроводы в разных частях нашего города, в частном секторе. Поэтому хочется сегодня попросить тех, кто еще не подал, у кого есть частный дом, либо ваши знакомые, кто долго ждет газа, обязательно необходимо подать заявку. Потому что будут участки, где они смогут уже сразу положить непосредственно до дома. Вновь начал работать пост скорой помощи в нашей Ивангородской больнице. Я хочу поблагодарить руководство Кингисевской межрайонной больницы за такое решение, потому что действительно мы в прошлые разы очень много обсуждали, что нет специалистов. Вроде как есть автомобиль, есть возможность разместиться. Но на сегодняшний день эта проблема решена. Скорая помощь территориально находится в Ивангороде, обслуживает наших жителей. Ну и на последнем совете депутатов мы тоже обсуждали этот вопрос, что, как и положено, в случае необходимости, они выезжают и по другим вызовам. Но территориально находится здесь. Для нас это большое дело. Подготовлены документы. В ближайшее время будет объявлен конкурс на ремонт фасада нашего художественного музея. Фасад и кровля. Эти работы запланированы в бюджете Ленинградской области, поскольку это региональный объект. Тем самым вот эта центральная часть у нас, в принципе, будет, я бы сказал, в идеальном. То есть установка танка дала такой серьезный импульс. У нас есть площадь на противоположной стороне, у нас есть сквер памяти внизу, у нас строится новая автостанция, у нас уложен новый асфальт, пешеходная зона к пешеходному пункту пропуску вдоль так называемого пьяного леса. Ну и, соответственно, у нас оставался только фасад и кровля нашего музея, нашей достопримечательности, исторического здания. Поэтому, когда работа завершится, можно сказать, что въезд в Ивангород со стороны Европы, он у нас будет действительно опрятным, красивым. Ну и одно место у нас останется, о котором я пока не буду говорить, но мы над этим работаем. Это непосредственно около крепости, где у нас стояла сцена на 9 мая. Вот это место, оно въездное, тоже видовое, но мы с этим сейчас тоже очень плотно работаем. Я думаю, что, возможно, на подведение итогов, когда мы соберемся в феврале-марте следующего года в этом же зале, мы подробно расскажем о нашем проекте, о нашей задумке. Вот, и наша ежедневная работа, наша, можно сказать, гордость, да, это работают специалисты и администрации, и учреждения над этим созидают. Но, конечно, у нас остаются моменты, которые мы в ежедневном режиме получаем и вопросы от жителей, получаем и от вышестоящих инстанций, от правительства Ленинградской области, администрации Кингисепского района. По-прежнему у нас периодически возникают несанкционированные свалки, это строительный мусор после ремонтов, после строек. Жители еще, ну, скажем так, по старинке возят, носят, мешки складывают рядом с контейнерными площадками, не заключают договора с теми же самыми строительными организациями на утилизацию этого всего. Ну, естественно, эти мусорки растут, к сожалению, мы не можем, как по другим объектам, допустим, получить деньги из правительства Ленинградской области на утилизацию. Регулярный вывоз строительного мусора, вот, поэтому это все наши расходы, расходы местного бюджета, поскольку бюджет у нас весьма скромный по-прежнему, вот, то периодически, да, возникают проблемы. Где-то чего-то, какую-то копейку нашли, немного вывезли, опять нашли, опять вывезли. Главное наше богатство – это наши люди, это наши жители, которые трудятся ежедневно, ну, и сегодня мне бы хотелось тоже в двух словах сказать о наших достижениях в творчестве и спорте. Наши волейболисты совсем недавно победили, ну, сезон 22-23 год, они выступали во второй лиге Кингисепского района, успешно выступили, пережили в первую лигу, в этом году будут соревноваться уже на более высоком уровне среди спортсменов Кингисепского района. Наши гонболисты 19-20 сентября выиграли бронзовые медали на первенстве Ленинградской области, тем самым еще раз подтвердили уровень мастерства нашего гонбола благодаря нашему тренеру Галине Петровне Голубевой. У нас с ребятами активно очень занимаются, являются поставщиков наших спортсменов в сборную Кингисепского района и Ленинградской области. Ну, и также они летом приняли участие в фестивале гонбола в городе Тольятти, тоже знаковое для наших ребят состязание, они все выехали и поучаствовали в этом всероссийском форуме. Наш боксер уже выиграл золотую медаль в городе Токсово, проходил открытый ринг, наш Кусин Иван завоевал первое место в этих соревнованиях. Ну, и в настольном теннисе Кубок Ленинградской области проходил наш ветеран Норин Евгений, завоевал бронзовую медаль. Что касается культуры нашей, то совсем недалеко проводился открытый фестиваль народного творчества «Ямгородская карусель». Один из наших коллективов стал победителем этого фестиваля. В 13-м международном конкурсе мы можем, наши ребята стали серебряными призерами. Во всероссийском танцевальном чемпионате тоже у наших ребят первое место. К сожалению, нет названия коллектива, но мы обязательно проинформируем наши жители. Я думаю, для участников, для... кто? Тарапышки. Взрослые, наверное, да? Взрослые, судя по названию. Самые взрослые, старшие наши ребята. Вот. Ну, и, конечно, я думаю, что ярким событием для нас, для всех, стало проведение Дня Победы. Для ивангородцев, для гостей. Благодаря этому мероприятию мы попали на все федеральные каналы. Вот. И даже могу сказать, что далеко за пределы нашей страны многие смотрели это мероприятие, уникальное мероприятие, где мы поддержали наших граждан, находящихся, проживающих на территории Нарвы, других эстонских городов, которые приехали вместе с нами, пели Катюшу, несмотря на все запреты, несмотря на все угрозы. И этот праздник, как и много-много-много лет, мы провели вместе, в едином духе, в едином порыве. Вот. И наш губернатор, побывав на этом мероприятии, растрогавшись, сказал, надо будет повторить. Вот. Поэтому не знаю, повторим мы или нет, но, тем не менее, заряд энергетический мы получили, очень хороший мероприятие прошло на отличном уровне. И вообще, город Ивангород оставил у наших гостей только теплые, яркие впечатления об этом мероприятии. Задает вопрос, когда восстановят освещение во дворе Гагарина 3, не горят 5 фонарей. И когда отремонтируют лестницу, спуск к таможне, дорога в частный сектор. Спасибо за работу, в городе много что сделано. Есть фотографии. Значит, мы уже отправили заявку компании, которая занимается у нас обслуживанием уличного освещения. Я думаю, что в ближайший день-два эта заявка будет отработана, освещение будет полностью установлено во дворе. Да, там есть проблемы, но 5 фонарей, я думаю, что Александр Павлович возьмет работу и сделает. Значит, лестница к таможне, дорога в частный сектор. Прошу, так, Яков Владимирович Петров обратился по поводу укладки завершающего слой асфальта благоустройства территории сквера на улице Пастрова. Да, это наше обязательство. В этом году мы уже просто не раз этот вопрос поднимали на инициативной комиссии, на совете депутатов мы обсуждали. У нас было в планах эти работы провести за счет внебюджетных источников, поскольку в бюджете эти средства не предусмотрены. Но все мероприятия, о которых я уже выше сказал, к сожалению, не позволили нам дойти до этого объекта. Это объект важный, им пользуются жители Парусинки. Я думаю, что мы это все пока перенесем на 2024 год. В этом году мы точно там ничего не сможем сделать. Сумма крепкая, чтобы положить еще один слой асфальт. ВОСТОЧНЫЕ ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok